Психология Все корни болезни и всего остального идут в психологию. Все мы управляем из головы всем. Как определить все-таки, эта болезнь, скажем так, вызвана нашими какими-то психологическими процессами или все-таки это что-то иное? Первый основной сигнал для того, чтобы обратиться к психологу, это когда человек чувствует недомогание, обращается к врачу и врачи не находят никакой патологии. Если нет функциональной картины заболевания, то это однозначно психология, психосоматика. У нас такая сейчас еще медицина на уровне, что надо у нескольких врачей проконсультироваться. Некоторые могут не найти, но все же, если не нашли ничего, что это чаще всего за болезни и за недомогание? Ну, если не нашли ничего и даже если нашли, то в любом случае у болезни есть всегда часть психосоматики. Есть заболевания, которые в основе своей содержат психосоматические причины. Это ишемическая болезнь сердца, это аллергия, это заболевания желудочно-кишечного тракта, баронхиальная астма. Это так называемые психосоматические заболевания всегда. А каким образом это происходит? Как мы влияем таким образом, что у нас именно такие болезни? Потому что для меня, например, желудок и так далее, это очень удивительно. Точнее, каким поведением, возможно, какими процессами это может быть вызвано? Нужно сказать, что есть доля физиологических причин, связанных с нарушением питания, неправильным приемом пищи и так далее. И есть доля психосоматики. Так вот, если говорить о психосоматике, то здесь две таких больших группы причин. Первая связана с удержанием, подавлением неприятных переживаний, стрессового характера. А вторая группа причин связана с тем, что человек не чувствует себя, не позволяет себе что-либо, в чем очень остро нуждается. Ну, например, если человек нуждается в отдыхе, то организм может подсознательно отреагировать. Если человек нуждается в отдыхе и спрещает себе это, то организм может подсознательно отреагировать и устроить, так сказать, вынужденный отдых. Если брать по этим болезням, которые вы назвали, что чаще всего все-таки встречается среди нашего населения? Какие проблемы вызваны именно психологическими какими-то моментами? Ну, можно сказать, что всегда в основе психологических заболеваний лежит, чаще всего лежит страх. Очень часто это причина заболеваний, связанных со зрением, очень часто это причина заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом. И всегда с повышением артериального давления, потому что сам процесс повышения артериального давления, это его психосоматическая природа, она обычно связана с будущим, с тем, что человек предполагает какие-то не очень приятные картинки в своем будущем, либо не видит его, не понимает, что ждет. Ну, и тогда дорисовывает какой-то негативный сценарий. Если мы говорим, что все болезни имеют психосоматическую какую-то основу, то как быть? Какие эмоции или как с собой управлять, чтобы не навредить себе? Ну, во-первых, осознавать, что на данный момент происходит со мной, особенно это касается ситуации стрессового характера. Очень важно проживать их в компании с кем-то, да, ну, важно делиться своими переживаниями. Не сам с собой наедине. Да, 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 просить о поддержке, о помощи. Далее очень важно для того, чтобы не навредить, важно понимать, что кроме того, что есть там эмоциональная природа, да, есть еще помощь физическому телу. Ну, это отдых, это забота о каких-то своих собственных нуждах, об отдыхе в частности. Вот, очень важно для того, чтобы быть здоровым, ну, правильно строить намерение, цели, связанные со здоровьем, да, то есть желание не болеть, оно, в принципе, неверное. Да, есть желание, которое будет работать... Если возвращаться к теме, которую обсуждали в несколько эфиров тому назад, как правильно эти цели. Те, кто не видели, можем им напомнить, вот в этом случае, как правильно формулировать это желание. Это может быть намерение о здоровье, это может быть намерение, которое будет звучать так, что я заявляю о намерении иметь здоровое зрение, здоровое сердце и так далее. То есть мы говорим о картинке в терминах наличия, в терминах позитивного результата. То есть какая-то конкретика должна быть. Да, да, да. Должна быть чёткая картинка того, к чему я хочу прийти. Не то, от чего хочу уйти, а чего хочу достичь. Так что, друзья, вспоминайте все свои органы, которые болят и пока ещё нет, к славу Богу. И просите о том и думайте, чтобы они были здоровыми. В общем, будет здоровье для всего тела. Как быть человеку, вот если сделать какой-то, возможно, план пошагово, как идти к своему здоровью? Когда обращаться к специалистам, имею в виду сейчас и врачи, и психотерапевты, и психологов? Обращаться к специалистам, к врачам нужно всегда. Потому что есть доля психосоматики и есть доля функциональных нарушений. Обычно, да? Редкие случаи, когда они находят ничего. Поэтому самая эффективная работа – это работа в тандеме, в сотворчестве, в сотрудничестве врача и психолога-психотерапевта. Вот если говорить о пошаговом таком движении к своему здоровью, то первое – это то, с чего мы только что стартовали, наговорили, это намерение, чему хочу. Второе – это принятие ответственности, что это не потому, что что-то кто-то когда-то сделал, а это потому, что я создала в своём теле какой-то симптом. То есть, ну, принятие ответственности предполагает то, что человек уже готов к… К следующему этапу, да, уже? Да, к действиям. Далее очень важно понять свои потребности, свои хочу. Вот, казалось бы, да, желание, свои нужды, не очень понятна связь. Она очень большая, потому что организм подсознательно реагирует именно на потребности и при помощи болезней иногда, допустим, обеспечивает мир в семье. Да, если другого способа наладить взаимоотношения нет… Утихомирить, так сказать. Да, тогда подсознательно возникает вот симптом, который объединяет конфликтующих, там, мирит в семье и так далее. Вот, следующим шагом было бы хорошо вот чувствовать свои переживания, ну, так называемая экология эмоций, да, вот. Ну, и то, о чём мы уже говорили, да, признавать, осознавать, что на данный момент со мной происходит. То есть, это те базовые шаги, которые нужны для того, чтобы профилактически поддерживать своё здоровье, и те шаги, которые, в принципе, могут быть полезны для того человека, который уже в данный момент с симптомом. Ещё один шаг, ну, это если уже есть симптоматика, то было бы полезно вспомнить время, когда симптом появился. Потому что обычно вот в пределах полугода можно обнаружить какие-то переживания, можно обнаружить какое-то событие, какой-то конфликт, который не завершён и внутри продолжает зреть. Ну, то есть, неотреагированные какие-то обиды, какие-то, какое-то раздражение, злость подавлена была когда-то и, ну, может быть, воспалилась. Ну, допустим, в виде гастрита. То есть, одним словом, в первую очередь, друзья, нужно осознавать и понимать, что вы здоровы, а потом уже будете здоровы в любом случае. Так что мы вам этого и желаем. Вам спасибо большое за то, что, как всегда, расставили всё по полочкам, всё на места. Друзья, самое главное – осознавайте причины и идите к цели быть здоровыми. А точнее, если формулировать, чтобы был здоровым каждый орган. Конкретизируем уже то, что есть. Нагадаю еще раз, что вы сегодня спілкувалися с этой темой с психологом-психотерапевтом Светланой Иваненко.